Можно пару слов о Семенченко? Ни в одном стриме не упоминал его. Тема чрезвычайно интересная. Если честно, надо посвящать отдельное высказывание от Семенченко, потому что задрали нести бред на Семенченко. Ребята, у вас вот такое впечатление, что вы как рыбки. Есть рыбки, вот особенность такая, она по кругу плавает в аквариуме. И вот там эксперимент проводили, когда там на пути рыбки что-то ставили, она приплывала под эту опасность, ее била током, она плыла дальше по кругу, и потом уже на следующем круге забывала, что там бьется током. То же самое и люди, большинство людей. Каждый месяц у них какая-то новая реальность, они забывают, что было раньше. Постройте себе реальность изначально, как она была. Структурируйте свои какие-то представления о реальности. Вы помните, что и как было. Выстроите цепочку событий. Откуда взялся Семенченко, что он сделал, к чему привел, что получилось. И вы получите объективное мнение. Когда-то вдруг начинается так, что государство ни хрена не делало, пришел Семенченко там и остальные люди, активисты, начали собирать эти батальоны, начали там отстаивать Украину. И вдруг он тут ни с того ни с сего получается какой-то, блин, я не знаю, чуть ли не предательнее это самое. С какой стати, ребята, вы не охренели? Может быть, вы что-то попутали? Я просто то, что наблюдаю, вот у меня по поводу Семенченко, очень яркий показатель был, что на него реально просто гонят волну Порошенковские и остальные политические. Сразу яркий показатель был, когда я заметил, что те же самые люди, которые являются кремлевскими ботами во многих соцсетях, начали гнать на Семенченко одновременно с Порошенковскими ботами. Вот одновременно ситуация изменилась. Есть видео, на которых изображены там те, кто был в Донбассе, там был вот этот грузин, по-моему, я вот не помню, как его зовут. И вот видео, они там его обличают, что там, блин, заказал меня Семен или еще что-то там. Ну, начнем хотя бы с того, что этих людей выгнали из Донбасса. Семен об этом говорил еще, блин, я не знаю, в июне, по-моему, в июне, в июле. Он об этом, обо всем говорил, что он выгнал много людей. Заранее говорил, об этом опять забыли почему-то, что он выгнал тогда этих людей. И вот эти люди появляются, появляются причем с журналистами. Там была первая пресс-конференция, когда начали гнать по поводу Семена. Появились с таким журналистом, Жан есть такой журналист. Журналист, связанный с Гром-ТВ. Что такое Гром-ТВ? Давайте вот в историю загляните. И чем оно занималось, это Гром-ТВ? Это была Януковическая контора, которая пыталась подстроиться, типа, вместо громадянского ТВ. И пыталась вот дискредитировать протесты. И Майдан дискредитировать. И этот Жан теперь собирает этих всех ребят и начинает гнать пургу на комбатов. Реально. Там какие-то невообразимые сказки они рассказывают. По поводу Семена у него была одна большая ошибка. Он поверил власти. Он поверил власти. Он заставил, ну не заставил фактически, ну как любой командир, приказал. Опять же, в тот Иловайск войти. Неоднократно была ситуация там какая, что его убеждали, у нас есть все планы. Если что, русские зайдут, у нас все планы. Сектор Д там стоит, представьте, целый сектор. Громадное количество, тысячи солдат стоят. Иловайск вроде бы можно брать, спокойно окружать. Донецкий, потом его брать. Он заходит в этот сектор, в Иловайск. И тут вдруг рассыпается сектор Д, убегает полностью командование из этого сектора Д. Открывается Иловайск, попадает в ловушку фактически. И в то время, как постоянно вот эти вот обещания сыпятся, держитесь там, все, мы придем на помощь и так далее, они оказываются в ловушке. А до этого еще Семена жранили, помните, да, прекрасно? Можете спросить у тех, кто был с ним в то время, что его действительно ранили. И он в больнице лежал. Можете в больницу поехать проверить, что он лежал там, что о нем говорят медсестры и так далее. Все же это было. Это было, блин, практически в прямом эфире. Было бы желание проследить за этим всем делом. И тут его начинают обвинять, что он якобы смылся и подставил своих людей. Ну, ребята, кто ничего не делает, того и обвинять не в чем. Его ошибка была только в том, что он не развернулся, не пошел, что он пошел на Иловайск, а не развернулся, не пошел на Киев и не выстрелил всех там. Вот только в этом его ошибка была. И из-за этого некоторых действительно членов батальона Донбасс убедили в том, что якобы он какой-то там мутный Сема или еще что-то там. Какие-то вот он договорники с властью имеет или еще что-то. Ну, элементарно подставили. Таким вот образом. И главное, вата украинская поверила. Ё-моё, ребята, да вы, блин, дебилы или что? А кто начинал всю эту батальонную фигню? Кто собирал эти батальоны долбанные? Кто начинал это все мутить? Вы забыли? Как-то, ну, не знаю, вниз в историю туда поедьте. Посмотрите видео, где он там в боевых действиях участвует. Тоже ж на передовой человек стоит, участвует в боевых действиях. Нет, они считают, что Муженко прав, который, блин, там хрен знает где в генштабе сидит и указывает. А Семенченко предатель, потому что, видите ли, его ранил, и он в тот самый момент его не убил. Вот как жалко. Ну, вот все, что я думаю. Мы просто мозгом надо думать, строить цепочку событий правильно. И тогда вас нельзя будет одурманить вот этой ботвой, которую сейчас власть против всех комбата, заметьте, гонит. Дискредитация всех комбатов. Они реально понимают прекрасно, что комбаты для них это смерть. Это единственный способ, чтобы сломить их. Так как на активистов, на простых, надежды мало. Скакать на Майдане ни к чему не приведет. Это все понимают. Ну, по поводу Семена, так что я говорю. Я пока в нем не разочарован. Разочарован, вернее, только в одном. В том, что он допустил несколько ошибок. Плюс сейчас выстраивает он, по сути, политику правильно свою. Ну, я не буду говорить о том, чем он там занимается. Он занимается правильными вещами очень сильно. На его месте, кстати, я бы уже скоро начинал действовать. Ну, для того, чтобы что-то изменить. Но это уже его проблемы. Плюс еще шантажировали его достаточно долгое время тем, что много пленных было от батальона Донбасс. Ему обещали их освободить и так далее. Обещаний много давали. Всем давали, по сути. Ну, снова же говорю. По поводу Семена можно нарекания насчет того, что он верил часто иногда власти. Как любой командир, он обязан верить власти. Правильно? Ну, это, пожалуй, все, что я по его поводу. А по поводу прошлого, да, то, что он там не Семен Семенченко, а Константин Гришин. То, что он там устраивал, у него были какие-то бизнесы, там он был активистом и раньше. Ну, друзья, если вы верите тому, что писал авата, то, что он там обманывал, кидал людей, то это диагноз какой-то. Почитайте реально о людях, которые его знают и так далее. С ним были знакомы все это время. Это же легко проверить. Блин, живете в Украине, идите, съездите туда, проверьте, узнаете. И там будете точно знать ответ на свой вопрос. Но пока, пока у меня положительное о нем мнение. Но снова же я напоминаю. Я отношусь к любому лидеру, как к расходному материалу. Не подойдет выкинуть.